МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну что, Саша, день перемен начинается? Как думаешь, для нас это будет испытание или удовольствие? Ну, в любом случае, это будет приключение. Меня зовут Александр Классников. Я ученик 6-го класса. Увлекаюсь монтажом и съемкой видеороликов. Учусь делать компьютерную графику. В Кванториуме, когда я ездил на конкурс в Сколково, мы делали виртуальную прогулку по музею. Мы выиграли и получили квадрокоптер. Я считаю, что у меня отличное чувство юмора. Мне комфортнее больше сидеть за компьютером. Меня зовут Людмила Квасникова. Сейчас я работаю заместителем директора технологического аудита на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. А когда-то 20 лет назад я пришла на агрегатный завод и начинала свою трудовую деятельность с таночником широкого профиля, чем очень горжусь. 5 лет назад я организовала при музее истории трактора клуб юных кулибинных и волонтеров Чатруша. С ними мы проводили благотворительные мероприятия в детских домах, в домах ветеранов, выезжали к ветеранам домой. Кроме этого, с организацией «Доброе дело» мы создали единственную в мире, потому что аналогов этому нет, команду, инклюзивную команду КВН, детскую команду КВН, в которой занимаются как нормотипичные дети, так и дети с особенностями развития, в том числе ментальными нарушениями. Вот тебе мои учебники. О, тяжелый. А вот тебе мой рюкзак. У тебя сегодня 5 уроков и кванториум. А ты в курсе, что у тебя репетиция с клубом Читруша, команда КВН, подготовка к поездке в Белоруссию и ретро-трактор-шоу? Справишься? Да, нам не привыкать. Ладно, пошли. Чебоксарский завод промышленных тракторов и 38-я школа. Сегодня эти места в зоне повышенного внимания. Согласитесь, не каждый день родители приходят вместо детей учиться. И наоборот. Когда я пришел на работу, мне было очень страшно, потому что я не до конца понимал, чем занимается моя мама. Я очень боялся опозорить ее. Мы принесли положение об структурном подразделении по охране труда. Необходимо здесь подписать ее. А вы проверили документ? Да, все согласующие подписи уже готовы. Вы только остались. Когда я подняла бумагу печать, я увидел, что поставил ее вверх ногами. Я не понял, что у меня теперь будет. А во второй раз я, к сожалению, поставил печать не туда. Ну, с кем не бывает. На ошибках учится. Ребята, тема сегодняшнего урока у нас погода и климат чувашия. Я очень рада, что я поменяла с Сашей местами и пришла на этот урок. Но урок географии. Я давно мечтала познакомиться с этим легендарным географом, легендарным учителем. Человек действительно готовится к своему предмету. Оделся соответствующим образом. Галстук уникальный, особенный. Теперь я тоже такой себе хочу. И я знала до этого, что он пишет книги. Он собирает стихи. То есть ребята, которые у него учатся, пишут стихи. И он их включает в свои книги. Это очень здорово. Тащит с полюса нортост. За собою длинный хвост. Натворит во льдах беды, заметая по хвостам следы. Коллеги, к нам приезжает важный для предприятия покупатель. Необходимо провести аудит. Вы готовы? Да. Отдел технического контроля готов для проведения, мониторинга и измерения всех деталей по всему циклу для сборки техники. Я подготовила проекты по такому испытанию. Туда мы будем вносить данные. Я не до конца их понимал. Но одно я понял. Я пойду с ними на завод и буду кивать с умным видом. А вот Людмиле Валерьевне притворяться не приходится. Жизненный опыт помогает героине быстро ответить на вопрос, какие растения или животные могут предсказывать погоду. Есть такие цветы, кубышка называется. Вот они перед дождем закрывают свои лепестки. И это говорит о том, что... Прекрасный пример. Спасибо вам большое. А одуванчики цветущие перед дождем, что делают? Давление меняется, состояние меняется. А даже такой пример. Давление падает, я часто смотрю, вы начинаете зевать. Вялые такие и так далее. Смотрю, давление сегодня всего-то 736 миллиметров ртутного столба. А для чуваши, для нашего города, требуется 750 миллиметров. Я, как понимаю, здесь нужно проверить, соответствует ли деталь чертежу. Да, конечно. Вот индикатор стойка. Выставляем относительно плиты и смотрим заданные параметры, которые в чертеже. Выпуск, например, параллельности, допуск соосности. Ну, различные допуска, которые влияют на сборку трактора. Все понятно? Пока еще ничего не понятно, но выучишься, будешь все знать. Прямо при мне контролер вывел отклонение от чертежа всего лишь в 0,2 миллиметра. Она сразу вызвала технологов, которые сейчас решают, что делать с деталью. Возможно, проблема была в том, что станок, на котором изготовляли эту деталь, был неточным. Сейчас его будут проверять. И я понял, что очень важно на большом заводе работать командой. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем работать сегодня в парах по два человека. Я с вами? А со мной кто? Я вам раздал вот дощечки, их надо еще пополам распилить пилой, обработать наждачкой и потом уже с помощью копировальной бумаги нависовать, перенести рисунок на фанеру. Сразу я вспомнила свое детство. На самом деле я занималась этим уже когда-то, много лет назад. Я выпиливала лобзиком, выжигала, делала модели кораблей. Поэтому это мне было близко. Держи, Костя, держи. Только палец не пусуй. Нормально пошло. О, я научилась. То есть физический труд, он все равно необходим детям. И кроме этих гаджетов в любом случае нужно работать руками. И вот сейчас я нагрузку дала на суставы. Даже отвлеклась от своих рабочих моментов и думала только про это. То есть думала руками буквально. Тем временем наш юный аудитор вместе со своей командой приступил к проверке сборки тракторов. На данном тракторе установлен двигатель внутреннего сгорания, радиатор охлаждения двигателя, гидроцилиндры управления отвалом, кабина, топливный гидробак, шарниры и балка для крепления тележек кодовой системы. А также установлены бортовые передачи. Бортовая передача это вот эта деталь? Да. Данный узел называется бортовая передача. Герметичность мы можем проверить визуально, просветив ультрафиолетовым фонарем все соединения на отсутствие подтекания масла. Также можно проверить визуально здесь на стыке корпуса рамы и корпуса бортовой передачи. Ну что там? Ну, как мы могли заметить, при повторной проверке течи не обнаружено, соответственно бортовая герметичная и работоспособна. Отлично. Можем отправлять дальше. В каждом тракторе около 40 тысяч деталей. И если их всех проверять, как мы проверяли бортовую передачу, может уйти месяц, а то и больше. Ну, честно говоря, несмотря на то, что у меня навык уже есть, я сломала две филки. Вот сюда бы удобнее, да. Вот так не... Я уже сломала. Неправильно там поворачивала, кассофонеру надо было поворачивать относительно лобзика, а я лобзик поворачивала. Вот. Все. Я вместо фитнеса приду к вам пилить. На самом деле мальчикам крайне важно это делать, потому что вот сейчас у нас папа уехал в командировку, нам нужно было прибить картину, и оказалось, что без этих навыков-то невозможно это сделать. То есть я сейчас могу подойти к любому сотруднику и задать ему вопрос, и он ответит. Ну, да, со мной сможешь, потому что любой аудитор, который проводит аудиты, должен быть сертифицирован, то есть получить сертификат специальный, который право дает на проведение аудита. Вот у меня есть, я прошла обучение в торговой промышленной палате и получила сертификат. Поэтому мы с тобой можем подойти к любому сотруднику и задать абсолютно любой вопрос. Бывает, что сотрудники боятся аудиторов, а зря. После проверок они составляют отчеты, показывают начальникам подразделений на недоработки и подсказывают, как их устранить, чтобы выпускать самую качественную продукцию. И для этого надо иметь машиностроительное образование, уметь разбираться в документации, читать чертежи. Трактор, прежде всего, проходит ходовые испытания, при которых испытываются механизмы на различных передачах вперед и назад. Также испытывается бульдозерное оборудование, рыхлительное. Этот рычаг отвечает за подъем и опускание от вала. Вот впереди. Вот этот рычаг у нас отвечает за работу рыхлительного оборудования, которое расположено сзади. Когда я сидела внутри трактора, я чувствовала себя супергероем. Потому что, когда он вставал на дубы, было такое ощущение, что он взлетает. На уроке физкультуры мы сегодня делали прыжки в высоту. И я удивилась, что с прыгучестью у меня все в порядке. Норматив для девочек на пятерку 90 сантиметров, и я это сделала. Саша продолжает проверку готовых машин. Для сведения, без подписи аудитора ни один трактор не отправят на отгрузку. Признавайтесь, Саша ест вообще все это? Да. Точно? Да. А, нет? Суп не ест, да? А это рыбу ест? А рыбу ест? Ну, слава богу. Честно говоря, я не знаю, что жалуются дети, но у меня было все вкусно. Я съела абсолютно все. Я ела, конечно, долго. Дети слопали быстро и убежали. Здравствуйте. Вы звали? Здравствуйте, здравствуйте. Да, приглашала я. Я сегодня вместо Людмилы Валерьевны. Очень хорошо. Садись. Сегодня мы с вами поздравим ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Пескуна. С днем рождения. Стихотворение какое-нибудь есть у тебя хорошее? Есть? Да. Прочитаешь? Да. Нет, вот у него хорошая идея пойти. Лапти не цевать. Обзор? На что? На экспонат. А, давайте себе лапти возьмем. Мам, а сколько стоишь можно? Слушайте, давайте лаптями что-нибудь. Поскольку сейчас все дети снимают в ТикТок, поэтому на перемене мы решили снять ТикТок. Однако получилось так, что девочки, даже самые активные, почему-то не смогли найти тему. Расшевелить их было почему-то сложно. Может быть, они стеснялись. Меня. Хотя, в принципе, и меня они хорошо прекрасно знают. Тын-тын, трын-тын-тын. Ну, показывайте вы же там. Нет, вы же во фрэше танцуете. Любое движение, два движения покажи. В итоге мы сняли небольшой сюжетик, когда мы танцуем с лаптями. Я даже боялась, что эти лапти у меня развалятся в руках. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ваши подвиги три поколения воспевают. Вы жизнь подарили своим детям и внукам и правнукам. Знайте, мы про вас не забыли. Видим вы, видим мы, что болят ваши раны. И осталось вас очень немного. Вам, священной войны ветеранам, мы здоровья попросим у Бога. А еще попрошу, чтобы мирным было небо над нашей землей. Спасибо. Постараемся быть вас достойными. Спасибо вам, внучок. Ведь гордимся мы нашей страной. Когда ветеран начал меня обнимать, мне было очень трогательно. Я как будто к истории прикоснулся. Раньше в старину не было холодильников. Поэтому продукты питания хранили в глиняной посуде. Вот, например, молоко хранили вот в таком кувшине. И молоко не прокисало, долго хранилось. Этот урок мой город ведет моя любимая учительница, классная руководительница Саша. Поэтому я с особым удовольствием пришла на него. И получился он такой интерактивный. То есть Оксана Георгиевна дала нам задание рассказать про элементы музея краеведческого. Притом рассказывали мы о своем предмете старины в национальных костюмах для того, чтобы прочувствовать дух старины, дух чувашского народа. Также в школьном музее представлен один из экспонатов «Сурпан». Это головная повязка, которую надевали замужние женщины. Надевали они его рано утром перед тем, как выгонять скот в поля. На самом деле я с большим уважением отношусь к чувашской культуре. И действительно хочу выучить чувашский язык. К сожалению, я его не знаю. И даже муж надо мной смеется, говорит, что все хотят учить английский, а ты чувашский. Но просто руки все не доходят. И вот сейчас я поняла, то есть готовилась рассказывать о предмете старины на чувашском, но не получается, потому что я не знаю чувашский язык. Я абсолютно уверена, что мне его нужно выучить. Вместе с представителями молодежного парламента промтрактора Саша решил помыть окна в квартире Николая Ивановича. Что ж, достойно уважения. Честно говоря, я дома никогда окна сам не мою. Но сейчас я впервые в своей жизни помою окна. В этом мне помогли волонтеры. Очень интересно. Артем, Артем, телефон убери, пожалуйста. Убери телефон. Я как мама наблюдала несколько ситуаций, когда дети сидят просто даже на уроке в телефонах. И вот что хочу сказать. У нас имеется хорошая практика. В прошлом году мы это делали. Мы разрешали нашей учительнице забирать у детей телефоны, складывать в коробку. Каждый родитель расписывался о том, что он согласен с этим. Я считаю, что это замечательная идея, и это нужно практиковать. Вот, перед вами программа Blender. Это программа по 3D-моделированию. В данной программе можно создать модель, которую в процессе потом можно напечатать на 3D-принтере. На самом деле, Саше очень повезло, что в их школе есть 3D-лаборатория. Я об этом слышала и действительно мечтала прям попасть в этот кабинет. Ну, поскольку Саша занимается компьютерной графикой, а здесь 3D-моделирование. И вот мы попробовали на этом уроке соединить несколько элементов. Честно говоря, у меня крыша, ну, нам нужно было сделать домик. Крыша у меня съехала в прямом и переносном смысле, но педагог мне помог, поэтому все в порядке. Сменим локации. После работы Саша отправился в музей истории трактора. Там Людмила Валерьевна тренирует уникальную детскую команду КВН. Это Маша. Она прыгала с инструктором, а надо было с парашютом. Я очень часто бывал здесь с мамой на репетиции, сидел на звуке, и всех я знаю лично. У нас команда инклюзивная, в ней участвуют не только обычные дети, но еще и дети с ограниченными возможностями здоровья. Общаться с ними мне в разы тяжелее, чем с обычными детьми, но со временем ты их начинаешь понимать. Они очень добрые, всегда лезут обниматься. И они передают эмоции лучше, чем обычные дети. У Саши вечером занятие в Кванториуме. Отличное место. Здесь уже в 10 лет можно понять, интересно ли тебе наука. После группового занятия компьютерной графикой начинается самое интересное – работа над индивидуальным проектом в Биоквантуме. Тараканы, палочники – это наше все. Ой, шевелится. Шевелится, шевелится. А кто первый у нас идет с вами в работу? Кого вы выберете? А если я боюсь? Ну, бойтесь, но работать-то надо. Да-да-да-да. Работать надо. А неужели у меня Саши боится? Ваши любимые тараканы. Ладно. Протягивайте, пожалуйста, руки. А он не укусит. Укусит, поэтому вы в перчатках. Я подождена, да. Страшно? Страшно. Хорошо, давайте сделаем так. Я немножечко подержу на вашей ладони, Саши действительно не боюсь. Мама, чувствую. Да, удивительным для меня оказалось то, что, оказывается, я боюсь тараканов. Не волнуйтесь. Вот так я себя возьму. Ну, потом немножечко попривыкла, на самом деле, потому что мне стало интересным, как проходил эксперимент. Мы изучали мадагаскарских тараканов, и эксперимент состоял в том, чтобы посмотреть, как они себя поведут в стрессовой ситуации. И удивлением для меня было то, что из шести тараканов, запущенных в эту коробочку, лишь один таракан он нашел и попытался укрыться в темное именно помещение. Все же остальные искали для себя привычную втулку, и все дружно пятером забрались туда. Итак, мы переходим к самому сложному этапу КВНа – разминка. Вопрос первый. Родители купили два пианино. Зачем они им? Чтобы отомстить соседям с огромной дрелью! Ваша задача сейчас – построить лабиринт. В одну часть лабиринта мы поставим корм, в другую часть лабиринта посадим улитку. Что мне нравится в биоквантуме – это то, что дети здесь занимаются с животными, с растениями. Они реализуют здесь буквально проекты, участвуют в экспериментах, исследовательские навыки развиваются, на самом деле, как настоящие ученые. Я в таком наряде, потому что сейчас идет репетиция нашего выступления на юбилее Минского тракторного завода. Моя мама и я вместе с ней скоро поедем в Белоруссию, где будем представлять Чувашию. Своим номером мы хотим показать, что у нас в Чебоксарах есть единственный в России музей истории трактора. Наконец-то день закончился. Я понял, что у тебя невероятно тяжелая работа. Тебе постоянно приходится работать с кучей людей. Да и без образования там делать нечего. Вот. А вы с мальчишками что говорили? Выше образование сейчас не нужно. Нужно, оказывается. Так какие у меня оценки? Ну что ты думаешь? Двумя красными дипломами, какие у меня могут быть оценки? Я тебе две пятерочки прибавила. Ну на самом деле нам с тобой было проще, потому что наша жизнь и так с тобой переплетается очень плотно. И очень хочется, чтобы дальше так было. Да? Да. Я саману тебе ставила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА